Привет любители лего и поклонники спецтехники. Сегодня я вам покажу. Очень тяжелый, сверхмощный, крутой маленький бульдозер, который можно собрать за 30 минут. Знакомьтесь, 42163 Heavy Duty бульдозер. На коробке представлено зубчатое колесо в реальном масштабе и информация о том, что у бульдозера есть одна функция. В набор входит 195 деталей, 3 пакета и одна ось без упаковки. Лист с наклейками не предусмотрен в комплекте. Традиционно понятная инструкция со схемами сборки. На последних страницах дублируется картинка с обратной стороны коробки и перечень всех деталей. В данном наборе нет этапов сборки, поэтому высыпаю сразу два пакета. Во всех своих видео я показываю этапы сборки укрупненно и только интересные моменты, так что не спешите перелистывать кадры. В процессе сборки можно будет увидеть скрытые элементы конструкции и внутренние механизмы. А для тех, кого сборка не интересует, то для вас я предусмотрел тайм-коды. По тайм-кодам можно будет легко найти нужный раздел. Ищите их в описании к видео. Очень интересно похрустеть систем деталями во время сборки решетки радиатора. Умение совмещать систем деталей с деталями техник считаю высшим пилотажем. Я лично хочу освоить это мастерство на достойном уровне и предлагаю вам научиться этому совместно со мной. Все мои ролики тщательно систематизированы. Очень важно, что здесь я показываю крупным планом то, что не показывают другие. За исключением мелких деталей основа корпуса тяжелого бульдозера практически готова. Инструкция имеет шкалу прогресса сборки и это очень удобно. На данном этапе я провожу контроль правильности сборки, обращая внимание на мелкие детали. Интересный момент. Это наклон решетки радиатора. Выглядит хорошо. Есть чему поучиться. А это пины, которые имеют возможность вращаться без трения. Их используют там, где надо соединить детали, но при этом они должны будут свободно вращаться. Эта ось шестеренка червячной передачи ведомая. Она будет вращаться, если покрутить ведущую ось, на которой закреплен червяк. Когда нужно соединить силовой каркас в единый замкнутый контур, используем это простое решение. Два черных коннектора имитируют выхлопные трубы двигателя. А вот и ответ на вопрос, зачем были нужны пины без трения. Благодаря этим пинам зубчатые колеса свободно вращаются. Распаковываю пакет с траками. Согласно инструкции, их должно быть 48 штук. Как показано на рисунке, собираю две гусеницы, которые включают 24 трака каждая. По итогу сборки осталось два запасных трака. Принцип действия гусеницы заключается в снижении давления колес на грунт. А если соединить гусеницу в замкнутый контур, то получаем бесконечную ленту опору для колес. Все гениальное, просто. Эти две балки передают усилие с червячного механизма на отвал. Отвал это основной рабочий элемент бульдозера. В данном наборе конструкция отвала очень проста и правдоподобна. Прекрасный маленький бульдозер. Сборка заняла у меня не более 30 минут времени, что для такого размера не так уж и много. Гусеницы легко и свободно вращаются. Основная функция этого набора подъем и опускание отвала прекрасно работает. Ходовые качества великолепные. Зубчатые колеса идеально совпадают с гусеницами, а траки приятно шелестят. Гусеница не слетит в процессе игры, так как конструкция надежная и грамотно спроектирована. Но давайте проверим бульдозер по назначению. Подолкаем какие-нибудь каменюки. С основной задачей бульдозер справляется на отлично. Кстати, хочу сказать, что у меня старший брат бульдозерист. Так вот, основной рабочий элемент бульдозера это никакой не отвал. Для профессионалов это просто лопата. А вот и болезнь лего, когда силовые воротки легко слетают. Но в данном случае эту проблему можно устранить. Надо просто поменять детали местами и все будет работать. Возвращаясь к профессиональному жаргону бульдозеристов, скажу, что на гусеницах не траки. Профи их называют башмаками. А сам бульдозер это не бульдозер, а точила. И даже мой брат не знает, сколько горшков уточила в этом наборе. Пока я вам рассказывал историю про башмаки, вы заметили, когда эта пухнастая воришка украла у меня зеленую каменюку? А ну отдай быстро! Мой брат работал на бульдозере Т-130, поэтому я решил, что в будущем я обязательно сделаю самоделку именно бульдозер Т-130. Для этого мне нужно будет много деталей желтого цвета от самосвала Вольво. Запчасти от джипа Wrangler 42-122 мне тоже не помешают. В сравнении с багги 42-164 наш бульдозер выглядит милипусеньким. А это я показываю, как из гусеницы и зубчатого колеса можно сделать классическое колесо для автомобиля. И построить альтернативную модель из данного набора. У меня получилось придумать фронтальный погрузчик типа Bobcat. На страницах моего YouTube канала вы сможете увидеть много альтернативных моделей и самоделок. Так что не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные проекты и обзоры на новые и старые наборы Лего. Спасибо за лайки, пишите комментарии.